Красота и роскошь в деталях Это предметы моей коллекции Это очень малая часть моей коллекции А собирать, коллекционировать эти предметы я начала не так давно Около 4 лет назад Это считается недавнее Да, это недавнее То есть я, можно сказать, новичок Но вся информация о предметах, об истории фарфора Сразу я постигла ее настолько быстро, как будто она всю жизнь во мне жила Наверное, это потому, что с детства я была окружена красивыми предметами Видела их в семье В семье своих родителей, бабушек, дедушек Мне было это интересно Сначала началось с того, что я хотела восстановить утраченное То, что я помнила из детства Потому что, как я люблю говорить Фарфор — это машина времени Это связь поколений Это то, что нас уносит в детство Это то, что напоминает нам о наших родителях, бабушках, дедушках О нашей истории Самые редкие, которые было невозможно достать в Воронеже Может быть, во всей стране Да, но это вот эта чайная пара завода «Вербилки» Одного из основных заводов России И эта чайная пара тончайшая, как скорлупка Да, попробуйте Легкая, тоненькая, вся светится Я ее приобрела в Москве У дочки профессора МГУ То есть я приехала к ней за определенными предметами Она мне предложила купить еще вот эту пару Ой, а здесь какая-то надпись есть Да, и здесь вот такая вот памятная надпись «Маме в день серебряной свадьбы» от старшего сына Июль 49-го года С историей С историей Да, я очень люблю предметы с историей Конечно, я ее с удовольствием приобрела в свою коллекцию И хоть я и люблю повторять, что коллекция вещь подвижная То есть в моей коллекции что-то иногда продается Уезжает в другие дома Что-то новое я приобретаю Но это, конечно, как раз тот пример, который я никогда в жизни с ним не расстанусь Но вот эти предметы, они были в бытовом использовании? Или это все-таки за стеклом в серванте всегда хранится И вот передается из поколения в поколение? Смотрите, в советское время, конечно, было принято Все вот эту красивую посуду держать в серванте за стеклом Чтобы это было, но не пользовались Для красоты, да И в редких случаях по праздникам, да, что-то доставали на стол В нашей семье это все было в пользовании То есть мы и на кухне, в буфете, в кухонном у нас стояла посуда красивая, фарфоровая И, естественно, и в зале в серванте, в витрине Что тоже постоянно было в использовании Поэтому у меня к этому такое отношение Все, что я приобретаю, этим я всем и пользуюсь А не портится? Нет, потому что это очень качественный фарфор Если мы будем говорить о советском фарфоре, конечно, его невозможно сравнить С современными китайскими какими-то предметами посуды, да Потому что это действительно качество, это уровень И это фарфор, который будет служить годами Но чай вкуснее в какой кружке? Китайской или все-таки такой исторической? Смотрите, чтобы мы еще должны разделить, вообще фарфор уже родина Китай, да? И если мы говорим о том фарфоре, это совсем другое А тот, который у нас в масс-маркете представлен Вот я с этим фарфором китайским сравниваю Который, ну, низкого качества, скажем так Конечно, чай вкуснее, кофе вкуснее, вы не поверите Вы должны это попробовать Из вот таких чашечек, из прозрачных чашечек Тоже посмотрите на просвет, костяной фарфор, тонкостенный фарфор Да, очень тонкая работа Я, кстати, кофеман, и я вот коллекционирую кофейники и кофейные чашки У меня вот так прям чашки неделька Потрясающе Ничего себе, классно Часто путают антикварные вещи и винтажные В чем отличия такие глобальные? В возрасте То есть, но, опять же, понятия, допустим, в России и в Европе, они отличаются Если для Европы антиквариат это 100 лет и более, то в России антиквариатом принято считать уже изделие от 60 лет А как понять по изделию, что ему 60? Во-первых, у наших российских, русских заводов, это мы можем понять по клейму, да, собственно, и у других, у европейских тоже То есть там дата стоит? Не обязательно У некоторых заводов ставилось конкретно год, а у некоторых просто по форме клейма То есть у любого нашего завода масса клейм, да, которые определенному периоду принадлежат И по форме, по виду клейма, по цвету мы определяем год и сортность То есть получается, когда вы идете, например, за новым предметом, вы достаете свои архивы Нет, это все в голове Все в голове Потрясающе А как вот отличить настоящее антикварное изделие от подделки? Смотрите, да, это очень важный момент, то есть если же вы вдруг решили стать коллекционером Или приобрести в подарок своим близким, родным Вы должны начать с того, что либо, если вы хотите коллекционировать, приобрести книги, литературу, в интернете найти информацию о заводах, о клеймах Как раз чтобы вы могли различать, как выглядит клеймо Потому что подделку выдают детали Там не обращают внимания, куда поставить это клеймо Что должна быть метка в тесте, как правило Возможно, какая-то закорючка, как роспись художника или скульптора, который выполнил это изделие На подделках в основном просто клеймо этого завода И зачастую оно, конечно, отличается и по цвету, и по формам от оригинала То есть это нужно изучать Вы упомянули, что у вас здесь есть подделки, покажите на них Вот известный фарфоровый завод, вот это статуэтка, которая есть в каталоге этого завода И дилетант может увидеть и сказать, ой, замечательно, мы должны еще на стоимость обращать внимание Не может оригинал стоить дешево И поэтому, если вы, допустим, изучили, сколько примерно стоит этот предмет, который вы хотите приобрести И вы видите гораздо более низкую цену, это повод задуматься Наверняка это подделка А если продает человек, который не знает и не разбирается в этом Поверьте, сейчас все знают, даже бабушки Они говорят, мой внук в интернете посмотрел, мне сказал То есть уже не обмануться Нет, сейчас везде, и на интернет-площадках, и в антикварных магазинах, и на блошиных рынках Все знают стоимость Да, конечно, если она где-то в пределах там Ну, это понятно, кто-то дешевле, кто-то это рынок, да? Вот, но если вы видите, что статуэтка, например, которая стоит 15 тысяч, продают там за 5-6, явно это подделка И всегда выдает дно Значит, вот здесь просто это вот выдает сразу подделку дно без глазури У оригинальной статуэтки при обжиге фарфора Обязательно опорное кольцо остается вот таким шероховатым без глазури Все остальное в глазури А-а-а Ну, а почему поддельщики еще не научились подделывать 100%? Или нельзя настолько? Ну, если подделывают какую-то дорогую статуэтку, которая действительно стоит серьезных денег Там, конечно, сейчас умельцы, я вам скажу, что даже иногда и профессионал с первого взгляда не отличит Делают подделки, делают очень качественно Но все же, опять, если в совокупности мы смотрим, вот масса деталей выдает Потому что это очень сложная работа И так подделать, чтобы как оригинал, ну тогда она и будет стоить как оригинал Марина, расскажите, пожалуйста, вообще вот для чего коллекционировать вещи? Потому что некоторые на это все смотрят, думают Ну, зачем вот ставить вещи, чтобы они пылились? Все надо использовать, зачем что-то хранить? Вот лично для вас, зачем вы это делаете? Зачем коллекционировать? И зачем вы коллекционируете именно фарфор? Ну, начну с того, что я эстет, я люблю все красивое И я историк, я люблю историю И когда я нашла, точнее, это сначала стало моим хобби А потом я поняла, что все, это дело моей мечты, работа моей мечты Здесь сошлось все И для меня это, конечно, сохранение истории, сохранение красоты Я люблю себя окружать красотой Я люблю узнавать новое Здесь просто безграничное познание Ты, ну, нет никаких, ты можешь узнавать, узнавать все больше и больше Начиная от заводов, заканчивая там, какие были статуэтки и так далее и тому подобное Какие... Это искусство, это интересно И поэтому я и коллекционирую, и несу эту красоту в массы Места-то хватает дома? Да, как шутит одна моя клиентка, я купила еще одну квартиру для фарфора Пока хватает Ну, а есть, что в 24-м году еще находить? Потому что коллекционеров становится все больше и больше Каждая охотится за уникальностями И вот вы приходите на рынки, где вы это все берете Есть что брать Да, вы знаете, это опять же, если ты болен этой темой, ты всегда найдешь Если же ты поверхностно к этому относишься, то у тебя просто не будет мотивации и интереса Я этим занимаюсь 24 на 7 без преувеличения Это для меня и азарт, и я, конечно же, все это нахожу И да, это возможно, потому что все равно, допустим, личная коллекция, опять же, она жила в одной семье Там людей, допустим, все, не стало Внуки не оценили ли дети, они это продали Соответственно, выходит какая-то на рынок интересная коллекция И так дальше она находит свой новый дом А можете ли раскрыть секрет, сколько предметов в вашей коллекции? Вы знаете, я не считала И опять же, как я уже сегодня говорила, коллекция вещь подвижная То есть есть предметы, которые навсегда попадают в мой дом и остаются там А есть, которые меняются Ну, возможно, потому что я устаю от них Или, например, я понимаю, что мне стало, ну, что-то больше понравилось, да И это для меня уже не так интересно Я, соответственно, избавляюсь от этих предметов И нахожу новую, более интересную Круговорот, да Благодарим вас за такое красивое интервью Спасибо вам за полезные тоже знания Надеюсь, что теперь коллекционеры и начинающие коллекционеры и профессионалы Они почерпнут для себя что-то новое И, возможно, приобретут какие-то новые для себя предметы Спасибо вам Напоминаем, у нас в гостях была историк, коллекционер советского фарфора, антиквар Марина Бросенкова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!